МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем прямо сейчас в эфире программа «Время говорить». Меня зовут Дмитрий Беломестов. В нашей студии фотограф Кира Леонова. Здравствуйте. Кира, расскажи для начала, как режим самоизоляции повлиял на твою работу? Как и на всех фотографов, конечно, нам пришлось сместить фокус того, чтобы снимать новый материал, скорее на то, чтобы обрабатывать то, что было уже отснято и то, что не успевалось доделать за последний год или полгода. Ну и, конечно, есть осложнения со съемками относительно количества локаций, того, что люди действительно боятся выходить на фотосессии и вести коммуникацию с другими людьми, режим самоизоляции. Ну и, кроме того, также оказал эффект то, что не работают магазины, и, соответственно, подбор каких-то образов для фотосессии тоже теперь гораздо сложнее. Но вот все-таки повлияло ли режим самоизоляции на цену? На цены? Скорее всего, нет, потому что политика снижения и повышения цен, она такая, что в нее можно играть до бесконечности. Поэтому большинство фотографов придерживаются тех цен, которые у них были. Кира, расскажи о своей работе. В каких стилях ты работаешь и в каких ты хотела бы попробовать? Я портретный фотограф. Я пробовала разные жанры, в том числе и свадебную съемку, съемку детей, семейные. Но все-таки придерживаюсь того, что мне очень нравится работать с человеком наедине, один на один, чувствовать его. Но именно поэтому я придерживаюсь того жанра, с которого я начала, и пробую разный стиль. Расскажи, чем ты вдохновляешься? Что тебя вдохновляет? Я это поняла еще с самого детства, когда мне было лет шесть, и я шла по улице. Я хорошо помню момент, когда я впервые задумалась, что толпа, которая ходит вокруг нас, каждый человек — это свой мир, своя вселенная, у него у каждого свои страхи, своя семья, мечты. И мне стало удивительно, насколько каждый человек — это космос по своей сути. И поэтому с того времени, наверное, я создано понимаю, что я интересуюсь людьми, я хочу их разглядеть, я хочу их увидеть, и должно быть, это и движет мной, сколько себя помню. В твоем профиле в Инстаграме есть, не парочка, даже больше, таких пикантных фотографий в стиле Нью. Расскажи, как вообще, модели сами предлагали тебе, или это ты их просила? Я никогда ни одной модели не просила раздеваться или делать что-то, чего бы она не хотела. Нет, это всегда была инициатива исключительно от моделей. Большинство из них, возможно, даже не ожидают, что они готовы, многие люди очень зажаты, а потом у них появляется желание, они готовы раскрыться, они хотят посмотреть на себя с разных сторон. Но такого, что я просила или была инициатором, такого никогда не было. Ну вот, если говорить все-таки про фотосессию в стиле Нью, как тебе удается раскрыть людей, показать их с новой точки, с нового ракурса? Мне кажется, что в работе фотографа коммуникации с человеком это самое главное. Расслабить его. Ни для кого не секрет, что если вы заказываете часовую съемку, первые полчаса фотосессии пойдут просто на то, чтобы вы расслабились. Особенно если вы с фотографом работаете в первый раз. Но очень помогает юмор, когда ты шутишь, ты расслабляешь модель. Конечно, бывает, что ты от фотосессии хочешь добиться не принужденного настроения, а наоборот, какого-то накала, взгляда. В таком случае нужно развивать темы, которые помогут модели настроиться на нужное настроение. Поэтому да, работа фотографа, если ты хочешь добиться нужного результата, это все-таки еще и психология. Сейчас в тренде так называемый FaceTime Photo Challenge. Для зрителей расскажу, это кадры, сделанные в результате онлайн-фотосессии на веб-камеру, когда фотограф и модель находятся в разных домах, а порой даже и в странах, и общаются по видеоконференции и делают фотографии. Кира, в твоей практике такое было? Я не пробовала делать это самостоятельно, потому что отнеслась достаточно скептически к этому стилю новому, если можно его так назвать. Но я бы хотела его попробовать, потому что это, опять же, проверка навыков коммуникации, потому что в отличие от обычной съемки, человек здесь, фотограф не может бегать вокруг модели, подойти, поставить ее так, как ему нужно. Все идет исключительно через управление голосом и объяснением, чтобы модель тебя поняла. И это действительно очень хорошая проверка для каждого фотографа. Ну а в целом, как ты относишься к таким фотографиям, сделанным через веб-камеру, потому что не всегда же они получаются хорошего качества. Я думаю, что весь этот челлендж, самое главное в индустрии фотографии, это то, что он доказал, что снимает не камера, а снимает человек. Есть очень знаменитая уже съемка «Белла Хадид», которая была снята для итальянского ВОГа. И никогда в жизни не понять, что это было сделано просто человеком на веб-камеру, потому что действительно работа профессионалов она видна. Даже если человек доносит ее удаленно, все равно результат получится такой, которого просто так невозможно добиться в домашних условиях с телефоном. Поэтому это только еще раз доказывает, что профессионал он снимет на телефон, неважно на что. И никогда вы не поймете, что эта фотография была сделана не на профессиональную камеру. Сейчас сделать хорошее качественное фотографию не составляет большого труда, потому что в век современных технологий у каждого есть смартфон и, главное, хорошая камера. Вот расскажи, ты как фотограф, какие дашь советы или так называемые лайфхаки, как сделать хорошую фотографию при помощи своего собственного смартфона? Ну, так как мы уже объяснили, что качество фотографии на самом деле не играет самую ключевую роль в том, чтобы она была эффектной и хорошей, разумеется, первое это свет. Объяснить людям, что нельзя снимать дома при лампочках накаливания, это, наверное, самое главное. Ну и, во-вторых, что отличает селфи от профессиональной фотографии, чем она выделяется, это концепция. То, что когда человек приходит на фотосессию, он обдумывает образ, его обстановка дополняет этот образ. И когда человек часто делает селфи, он это делает в бытовых условиях. Ну, и гармонии нет, потому что всё, что его окружает, не играет с тем, как он выглядит. Если отнестись к этому также серьёзно, найти нужный момент, всё продумать, то селфи может быть гораздо круче, чем любая профессиональная фотография, потому что человек сам видит себя и понимает, какого результата он хочет добиться. Но есть же такие специальные инстаблогеры, которые ради одной фотографии могут купить себе профессиональный свет, вот этот круглый, не знаю, как называется. Что-то там подкрасить угол, наклеить обои специальные, разные, чтобы фотографировать, что вот, разные локации. Всё-таки, как ты сама относишься к селфи? Очень позитивно. Просто нужно понимать, что для каждой фотографии есть своё место. Селфи, чтобы поделиться им в социальных сетях или выложить в историях, это прекрасно. Но если вы добавите его в своё резюме, наверное, это может выглядеть странно. Поэтому просто нужно понимать, что для каждой фотографии есть своя цель. Так, а вот как относиться к фильтрам для фото и снапчата? То есть сейчас очень часто можно встретить листа инстаграма, то есть это какие-то мимишные глаза большие, это какие-то ушки, носик, глазки там опять непонятной формы. Вот как ты к этому относишься? Я отношусь к этому неплохо, потому что это просто развлечение. Если оно используется с целью развлечения, это прекрасно. Но в данном случае я больше поддерживаю политику инстаграма, чем снапчата, который начал убирать маски, модификации которых отличаются. То есть снапчат может действительно кардинально изменить лицо таким образом, что люди могут не понимать, как выглядит на самом деле человек. Ну то есть есть такие маски, которые как бы подправляют, но в них нет очевидного, нет ушей или хвоста. И соответственно многих людей это порождает комплексы, потому что если ты смотришь на себя, накладываешь что-то, ты видишь идеальное лицо, каким бы ты хотел его видеть, это работает на то, что тебе ещё сложнее принимать себя и, к сожалению, многие люди заигрывают с этим. Потому что это гораздо легче, чем играть с фотошопом. Раньше, чтобы сделать фотографию на фотошопе, тебе всё равно нужно было приложить усилия, а теперь ты просто включаешь и всё. Поэтому здесь очень важно понимать эту грань, где это развлечение, а где это становится уже так, что ты хочешь воспринимать себя именно таким образом. Ну, наверное, это ключевое. Но всё-таки многих блогеров критикуют за то, что они очень сильно обрабатывают свои фотографии. То есть все свои недостатки, скажем так, назовём их, они пытаются закрасить при помощи фильтров, ретуши. Вот всё-таки как знать меру и не переборщить в обработке фотографии? Я думаю, есть такое правило. Мы убираем всё то, что может пройти, допустим, прыщики, синяки под глазами, и всегда оставляем то, что с тобой навсегда. Форма носа или родинка на лице. Это не ретушируется обычно, только по желанию модели. Или если ты действительно понимаешь, что здесь вопрос был неудачного ракурса, а в жизни она выглядит лучше. Поэтому здесь нужно понимать, что многие знаменитые журналы, они уже давно отказались от ретуши, от жёсткой ретуши на фотографиях. И это правильная политика. Сейчас мир идёт к тому, что люди начинают принимать себя. Конечно, это дело каждого, кто насколько готов. Я думаю, что как-то осуждать человека за то, что он слишком ретуширует фотографии, это всё равно, что осуждать его за то, что он просто плохо выглядит. Ну то есть это его выбор, это его желание. И всё же, что лучше? Снимок на веб-камеру или салфи? Если мы говорим про снимок на веб-камеру от фотографа, я думаю, нужно понимать, что это абсолютно две разные задачи. И то, и то прекрасно. Но нужно понимать, для чего вы это хотите. Если вы делаете салфи, как я уже сказала, это очень здорово, потому что вы можете понять и увидеть себя именно таким, как вы того хотите. Но почему люди обращаются к фотографу? Потому что он художник, и он покажет вам своё видение, и он покажет вам, как он видит вас. И как раз таки даже если это работает через камеру, вы получите видение другого человека, и это очень полезно. Но, как я уже сказала, это, получается, абсолютно две разные задачи и цели. И нужно понимать, что вы хотите получить. Кира, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам. А я напоминаю, вы смотрели программу «Время говорить» на 8-м канале. В студии для вас работал Дмитрий Беломестнов, а в гостях у нас была фотограф Кира Леонова. До новых встреч! Продолжение следует...